Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, дорогие радио и телеслышатели наши, потому что мы выходим в двух форматах, это и видео и аудио формат. Мне очень приятно вновь оказаться в моей любимой студии на радио Медиаметрикс и вновь продолжить тему исследований корпоративной культуры. Меня зовут Роман Дусенко, мне очень приятно это утро провести с вами, но не только с вами, а в моей студии сегодня. Прекрасная гостья Попова Марина, директора по персоналу сети Азимут Холдов. Марина, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Супер. Скажи, пожалуйста, вот какое у тебя ощущение от студии, вот что ты чувствуешь вот в этом, есть ли какое-то здесь чудо? Какая-то магия, мне кажется, в студии должна происходить, знаешь, как за кулисами театра, вот примерно такое же ощущение. Слушай, так интересно, ты сказала мне за кулисами театра, мы буквально с тобой несколько минут до эфира поговорили о том, что в процессе нашей с тобой совместной учебы на повышение своей квалификации коуча вы встречаетесь в группах. Так вот, в моей группе есть актер, и мы вчера придумывали друг другу разные интересные форматы, я говорю, слушай, а представь формат, ты проводишь коучинг в пустом театре, то есть на сцене, там как бы вот все, и мне кажется, это все сразу завораживает. Вообще, мне кажется, этот процесс завораживает по своей форме и содержанию, но если еще придать какую-то внешнюю магию, это будет совсем космос. Слушай, вот тема внешней магии, она всегда меня интересовала. Ты знаешь, попадая в любую компанию, через какое-то время ты начинаешь ощущать, либо эта магия есть, либо этой магии нет вообще. И вот, например, я вспоминаю свои самые первые поездки за границу, я сейчас как раз, знаешь, так получилось, пишу некие такое воспоминания о своей жизни, и вот там первый мой отель в жизни, когда я попал, да, вот это вот, знаешь, там коридоры, шум, скрип половиц. И вот скажи мне, пожалуйста, какую магию должен ощущать человек, попадающий в вашу сеть отелей? Мне кажется, он должен ощущать безопасность. Это такой базовый уровень, да, что там чисто, там вкусно, там как бы все-все-все хорошо, да, в том числе, потому что он там спит, и, ну, сон должен проходить в безопасности. И второе, мне кажется, точнее, я даже уверена, потому что это является частью того, что мы делаем в компании, он должен ощущать заботу. Вот в такой формулировке. Прямо заботу, не сервис, а заботу. Очень интересно, знаешь, вообще, на самом деле, я как-то думал, блин, ну, как это удобно. Отели закрывают самую нужную потребность человека во сне, да, то есть, когда ты понимаешь, что тебе, ты на улице не можешь спать, стоя ты не можешь спать, и тебе нужен отель. Вот, пожалуйста, вон, да. Да. И Азим, по-моему, одна из первых российских сетей отелей, да? Да, это правда. Не могла бы немного рассказать, как ты присоединилась к этой команде, какие были задачи перед тобой в отношении именно корпкультуры и вот этой магии, что удалось вот на этом этапе, попробуем поисследовать эту тему? Я присоединилась к команде пять лет назад, и когда я первые дни спрашивала, собственно, ну, поскольку я пришла на позицию чар-директор, то помимо там, ну, всяких операционных процессов, да, я спрашивала, а в чём моя некая такая сверхцель, кармическая задача. Потому что я без неё не могу работать, ну, то есть я не могу просто перерабатывать письма, да, и перераспределять рутину. Мне нужна быть какая-то вот путеводная звезда. Мне сказали, что мне нужно заниматься развитием талантов. Это моя ключевая была задача, да, и я её, конечно, начала выполнять. Мы, у нас есть очень рабочая такая история с кадровым резервом внутренним, то есть мы, я собеседую молодых наших ребят по всей стране, отбираем их в резерв, они обучаются, и потом мы стараемся на позиции руководящей назначать только вот из этого пула хайпо. И когда я эту задачу выполняла, объехала все наши отели, их было там наполовину меньше в те годы, и как раз при мне такой большой рост начался, я поняла, что наши гостиницы и сотрудники гостиниц мыслят себя не в рамках большой компании, как мыслю себя я из главного офиса, да, а в рамках там своего города, своего гостиницы, своего директора. Что, в общем-то, с одной стороны, хорошо, потому что у них такая сплоченная команда, а с другой стороны, мы как бы не используем те самые возможности, нечто большего, да, которое насчитывает несколько тысяч сотрудников, да, то есть вот мне, например, важно быть причастной к большему. Я подумала, что наверняка есть очень много людей, для которых мотивация тоже быть частью большого бренда, да, и, соответственно, этот большой бренд надо как-то, он уже есть, его надо как-то озвучить сотрудникам, да, и с помощью каких-то инструментов им это рассказать и показать. Я начала думать, каким способом, да, то есть, ну, самый правильный инструмент, такой, как бы, канал, да, через который мы всё делаем, это и есть корпокультура и внутренние коммуникации, вот, но чтобы не просто писать каждый понедельник, коллеги, и не забудьте, вы части большой компании, да, должны были быть придуманы какие-то другие истории, вот. Вот мы создали там закрытую группу в соцсетях, где мы пишем там не только новости, то есть идея была не в том, чтобы я писала новости, а все меня лайкали, а в том, чтобы сотрудники группы не модерируются, да, чтобы все вообще всё, что хотят, они могли постить для своих коллег, там, ну, по факту это были, там, если у нас там какой-то шеф делает какое-то новое блюдо с какой-то микрокухней, он вешал, другие шефы это видели, могли у себя использовать. У нас есть сотрудница, которая ездит по нашим гостиницам с семьёй, она фотографируется, а сейчас я в таком-то азимут, в таком, в таком, в таком, то есть она собирает, нет, это её просто отдых, она хочет посмотреть максимум отеля нашей сети, соответственно, она там вешает и так далее, да, то есть это вот там не про самореализацию, это про вовлечённость, естественно, да, это про то, чтобы показать какой-то свой личный опыт и про то, что у тебя есть такая возможность увидеть всё, что, всё то, что хотят показать. Сказать тебе коллеги из самых разных городов страны, да, соответственно, это такая бесплатная, хорошая площадка для того, чтобы как раз люди и чувствовали себя частью большой компании. Ну, плюс мы, конечно, пишем туда назначение вот этих молодых талантов для того, чтобы другие молодые таланты видели, что вот оно всё возможно, да, я пишу там, кем он был, сколько прошло времени, кем он назначен, ну и как бы такой... Скажи, пожалуйста, вот прям точечный вопрос, а вот из молодых талантов, вот кто-нибудь стал директором отеля? Конечно. Серьёзно? Ну, мы, в принципе, за последние годы наняли только одного внешнего директора из примерно 10. Сейчас около 60. То есть вообще мы директоров назначаем только из этого плана. Слушай, это очень круто. Это прямо такая наша фуксная задача, приоритет, то есть крайне редко мы смотрим на рынок. Для этого программа и существует. Ты знаешь, к счастью, в моей карьере я много лет занимался управлением распределённой сети. Это и в Росбанке у нас было 80 филианов, и в ОТП-банке. Всегда у нас, знаешь, региональные хабы, это было что-то особенное. И вот управление региональной сети, это была всегда, знаешь, такая элита банка. Почему? Потому что весь бизнес делался непосредственно там. Мы как головные офисы, и я очень имел прямое отношение к этому. И ты знаешь, к сожалению, зачастую было так. Ты приезжаешь в какой-нибудь филиал, и ты видишь, что этот филиал является не частью корпоративной культуры компании, а конкретным продолжением корпоративной культуры директора. Иногда ты мог увидеть вывеску в совсем других цветах. Иногда ты мог увидеть нечто, что вообще выходило за рамки. И люди говорили, а у нас тут так принято. Что-то подобное было у тебя? Какие-то, может быть, мелочи, но в целом нет. Потому что у нас есть все-таки большой пул стандартов, и мы все-таки ездим в свои гостиницы. То есть помимо того, что мы физически ездим и смотрим вот эту визуализацию, это как бы часть бренда. В принципе, это исключено, чтобы вывеска «Азимут» была не красный шарик, а зеленая звездочка. Это исключено. То есть есть ряд процессов централизованных, это маркетинг, соответственно, он одинаково позиционируется отель. В части сотрудников очень много процессов у нас описано, сняты видео, сделаны презентации. Все, что нужно для того, чтобы копипастить один отель и открывать его в другом регионе, мы делаем централизованно и дальше смотрим, чтобы оно это соблюдалось. Но для того, чтобы оно соблюдалось, с людьми надо, конечно, общаться, да, вот я вижу по твоим глазам, что да, да, соблюдалось. То есть ты выслал, через год обнаружил совершенно другое, валяющиеся в коробке все твои стандарты. Оно может быть, если дальше, ну тут несколько моментов, это, естественно, контроль и, естественно, вовлечение и объяснение, зачем все это нужно. То есть у нас есть вебинары, внутреннее обучение, я делаю с HR-ами регулярно, да, какие-то созвоны. То есть мы постоянно стараемся, ну, держать вот это информационное пространство. С таким уже объемом это не так просто, но мы все равно… Эти выслушали с HR-ами, это значит, в каждом отеле есть свой HR. В каждом отеле есть свой HR иногда несколько. То есть у тебя, по сути, 60 HR под бизнес-партнеров таких, да? Да, да. Очень большая сеточка такая. Представь, что у тебя есть в руках волшебная палочка. Так? Я тебе даже, да, вот это… Мой любимый вопрос, окей. Взмахни и представь идеальную корпоративную культуру в сети Азимед Ходелс. Давай, махай. Маши или как-то… Так, значит, какое мы сделаем движение? Вот так. Ох, как Гарри Поттер. Как Гарри Поттер, да, насмотрелась. Идеальная корпоративная культура. Все возможно. Все возможно. Негде не ограничений. Мечтай, как хочешь, на всю катушку. Это когда у всех… Вот то, что я сказала в самом начале, да, чтобы гость себя чувствовал в безопасности и в заботе, чтобы искренне каждый сотрудник хотел того же. То есть не способом стандартов, не только способом стандартов, потому что стандарты все равно нужны, да, не только способом контроля, а чтобы те люди, которые к нам присоединялись, слушали наши вот эти ценности, да, наши цели, и искренне внутри они думали, да, я на самом деле сам хочу того же. Ну, на самом деле странно не хотеть того же, да, то есть мы все хотим безопасности в гостинице или даже, ну, дома в том числе, когда мы отдыхаем, кушаем и так далее. И мы все хотим заботы. Мне кажется, нет человека, который бы от этого отказался, да. Дальше наша задача, чтобы понятие заботы, оно у всех было одинаковое. У кого-то там просто поздороваться, да, у кого-то это прям вау-вау-эффект с душой, с радушием и так далее. Ну, то есть степень заботы, да, она тоже внутри у всех разная. И дальше мы все работаем вот в этом одном информационном пространстве. То есть никто никому не назидает ту самую корпокультуру, а она живет своим таким инфополем, потому что каждый хочет того же, ну, и понимает того же. И вообще это и задача корпокультуры компании, да. То есть сказать, что мы хотим, поймать все эти, там, в положительном смысле, да, тех, кому это тоже важно, тем, кто этим интересуется. И дальше просто вдоль вот этих ценностей жить. Круто. Позволь, я чуть-чуть добавлю со своей стороны, да. Вот если бы ты мне задала такой вопрос, Рома, какой бы ты хотел, вот пожелай мне идеальную корпоративную культуру Азимут Ходлс. Я бы, знаешь, как бы вот я для себя сформулирую, круто очень со стороны людей. А я же, ну, я же внешняя сторона, то есть я дополню тебя другой 180 градусов. У нас, уверен, что у тебя тоже сложились, наверное, какие-то предпочтения. Мы не будем называть имен этих брендов, но когда мы куда-то едем, у нас есть выбор между крупными сетевыми мировыми отелями. И в целом ты примерно понимаешь, в чем отличается корпоративная культура. Или у тебя сложился какой-то портрет этого отеля, ты примерно ожидаешь, что ты там ждешь. Это, например, там просто и дешево. Второе, приятно и комфортно. Третье, ты где чувствуешь себя чем-то. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, а я часто бывал в Азимут, хотел, я очень много езжу по России, чтобы сложилось какое-то представление о том, почему я хочу приехать к вам. И я понимаю, что при всем выборе даже международных сеток, которые сейчас есть, я бы пришел к вам, потому что, а вот что-то можете вы дать мне. Как ты считаешь, вот с точки зрения кастома репириенс человека, вот ради чего бы он приехал именно к вам при наличии адекватной цены, сопоставимой конкуренции, что бы его привлекло такое вот именно содержательно-эмоциональное составляющие, почему приехать к вам? Ну, это отношения. Отношения все же, да. Это отношения, причем, ну, не секрет, что стиль работы сотрудников в больших компаниях, он все-таки задается брендом, да, например, ну, если сейчас не говорить про гостиницы, взять там Apple, да, у них там нет витрины больше, у них свободное перемещение по магазину, где-то там какие-то кассы встроенные в столы. То есть, и то, как они общаются, это совершенно другое то, к чему вообще, наверное, мы привыкли все как клиенты или покупатели, да, то есть они решили, что у них такой стиль. Вот они там определили дизайн iPhone, и они, соответственно, определили вот этот вот опыт покупателей, да, в своих магазинах. И они ловят определенный тип покупателей на этот свой стиль общения, да. Там, если брать какие-то, ну, банки, да, допустим, да, там, премиального сегмента, они тоже там что-то решили внутри себя, и их клиенты определенные, определенного типа, и они ждут этого отношения, и если этого отношения нет, они к ним не ходят, да. Вот мы сейчас тоже находимся в процессе этого такого определения. Поиска. Поиска. Ну, мы скорее понимаем, мы сейчас на стадии реализации, да, то есть мы не хотим пафосного общения с гостем, тем более, что у нас там не премиальные гостиницы, да, а средний ценовой сегмент. Мы хотим свободно общаться с гостем, при этом уважительно, то есть это не, ну, не стиль какого-то понебратства и там молодежного с обращением на ты, что тоже, кстати, уже начинает внедряться в каких-то брендах, да, но это не там какое-то сильное дистанцирование от гостя, чтобы он чувствовал себя, ну, не знаю, тут кто-то себя чужим может чувствовать, кому-то нравится это видеться как уважение, да, мы все-таки хотим вот на как бы средней какой-то зоне находиться. Мы сейчас в том числе меняем униформу сотрудников от рубашек там и жилеток, да, то, к чему привыкли гости в гостиницах, к толстовкам, к футболкам, к рубашкам в клетку, которые мне очень нравятся. Ну, это же мерч свой, да, именно там, да? Свои, конечно, мы делаем на заказ, но это вот по стилю, что-то качественное, симпатичное, яркое, но как бы уже вот не то, не то, что было раньше, да, когда там с галстуком, с бейджиком и так далее. Вот, то есть, наверное, это то, чем мы сейчас занимаемся, и то, что, в принципе, зашивается сейчас в коммуникацию с сотрудниками, с гостями, да, когда мы уважительно, тепло, спокойно, свободно с ними разговариваем, без пафоса, без понебратства, но вот где-то на такой средней шкале. И что хочется получить в итоге, когда, да, гость видит это, видит, что это модно, что это современно, что мы вот в тренде как бы современной жизни, ну, молодежи это должно зайти 100%, людям старшего возраста, поскольку все-таки коммуникация, она, ну, при этом все равно какая-то сдержанная, да, то есть мы не переходим там какие-то грани, ему должно, в принципе, это понравиться. Если к этому добавить заботу, искренний интерес, ну, то гость должен уехать из гостиницы с ощущением того, что ему понравился точный номер, да, там еда, и как-то подумать, ну, как-то мне нравится, как ко мне обращались, как со мной обращались, да, и дальше при выборе в другом городе, ну, собственно, Азимут есть уже в очень большом количестве городов, он подумает, слушай, ну, мне было хорошо, я вернусь. Когда-то мы считали, что для того, чтобы покрыть Россию, достаточно было 40 там с лишним городов, у вас уже 60 отелей, видимо, по несколько, может быть, даже в разных городах, в одном и том же. В Москве три какой-либо, да, гостиницы. Мне очень понравилось, как ты сказала, что там Apple ловит там свои. А на что бы вы могли поймать, вот, как ты считаешь, что может стать той прекрасной наживкой, где вот, ну, и клиент твой. Ну, вот, это те люди, наверное, портрет гостя, хотя нет, как может быть портрет гостя гостиница, это, сейчас я просто думаю, можно ли там зашивать какие-то такие истории, чтобы отсекать гостей, конечно, нет. Ну, то есть, на самом деле, если ты едешь в Москву, здесь огромное количество отелей, да, ну, если ты вспоминаешь Азимут, то, конечно, ты наш гость. Я бы не сказала, что мы хотим сформировать портрет и только на него ориентироваться, да. Мы скорее хотим сформировать себя, чтобы заходить разной аудитории, да, то есть семейный отдых прекрасно. В целом наш гость – это путешественник, да, бизнес или частный. Именно поэтому у нас так много, мы в каждом городе, есть загородные, есть городские. То есть нельзя сказать, что наш портрет – это бизнесмен в командировках, потому что там загородные отели на море или в горах, отлично, если это бизнесмен, поехал с семьей отдых, да. То есть здесь нам было бы приятно, если бы гости самой широкого такого типа, да, выбирали наш отель, потому что мы модные, потому что мы красивые, удобные, вкусные в центре или загородом, если хочется отдохнуть. И скорее им бы хотелось быть, ну, как бы частью, в том числе вот это, точнее, чтобы мы были частью вот этого их жизни, да, их опыта. Так же, как и Apple, ну, не сказать, что они не продают людям старшего поколения айфона, да, просто люди старшего поколения, которым нравится модно, идут за айфоном. Ну да, или просто, знаешь, как, есть такая шутка, как определить маму хипстера, потому что у нее предпоследний айфон, да. Ну вот, да, то есть они однозначно рады продать свою технику всем, да, но при этом вот эти все, это тоже уже какой-то все-таки профиль, какой-то тип. Очень интересно. Ты знаешь, я вот о чем хотел спросить. Уважаемые слушатели, вы помните, что в каждой нашей программе, по сути, мы приглашаем гостей, которые реально делятся практическим опытом, что получается, что не получается. Я бы тебя хотел спросить. Вот, возможно, нашу программу будут смотреть разного рода люди, вот, больших городов до малых, это предприниматели, например, сейчас я участвую в проекте по формированию целого сервиса на целой территории, Ямал-территория сервиса. И вот там очень много предпринимателей, они задают простые вопросы на практике, вот, а как начинается построение корпоративной культуры? Могла бы ты вот очень крупными мазками рассказать ваш путь, который вы прошли, и где вы находитесь сейчас? Давай я чуть более теоретически отвечу на этот вопрос, потому что азимут все-таки не образовался с моим приходом, и я не начинала это делать с нуля. То есть компанией было уже несколько лет, и уже она существовала, эта корпоративная культура, я просто ее как-то стараюсь очертить, как продукт создать, да, и продвигать более активно. Супер, тогда позволь, я могу добавить теорию, где ты присоединилась, и чтобы вот любой, в принципе, предприниматель, смотрящий нас, могли бы взять и начинать повторять эти же самые этапы. Начинать надо с того, что мы хотим. Постановка целей, да? Ну, я бы даже, ну, окей, пусть это будет постановка целей, но называй вещи своими именами, у меня есть бизнес, и я хочу, чтобы он был какой-то. То есть у меня есть какие-то финансовые цели, у меня есть какой-то продукт или услуга, да, но это отвечает на вопрос что? Корпоративная культура отвечает на вопрос как? С точки зрения внутреннего пространства компании, да? То есть, ну, наверное, каждый бизнесмен понимает свои финансовые таргеты, он понимает, что ему нужно заработать. Это все неминуемо описывается в начале, да, или там откуда-то дают ему, да, если это там часть какой-то большой компании. Дальше он смотрит на команду, которая у него есть, и понимает, может ли команда в таком составе с такими… Ну, что такое корпоративная культура? По факту это некий стиль работы, наверное, да, некий стиль работы, некие привычки, некая специфика общения между собой, и дальше это все переходит уже в общение с клиентами или покупателями. Могу ее уточнить. То есть задаешь себе вопрос, а может ли конкретно каждый из моих сотрудников транслировать в мир то, о чем я хочу, чтобы они говорили в рамках нашей корпоративной культуры? И ты можешь себе ответить иногда на вопрос, да, могут, а вот этот, например, не может, да? Да, сначала мы смотрим свои бизнес-цели, потом мы смотрим на команду и понимаем, может ли вот эта команда в том виде, в котором она есть, соответствовать этим бизнес-целям. Если да, может, но ей не хватает того-то, того-то, мы описываем, чего не хватает. Чего не хватает, например? Я не знаю, драйва. Не хватает. Допустим, если эта компания не новая, да, и вы с ней там в центре ее жизненного цикла присоединяетесь, люди уже там, стартап закончен, мы порвали мир настолько, насколько могли его порвать с этими ресурсами и с этими сотрудниками, да. Проходит там несколько лет, начинается вроде бы хорошая стадия там выстраивания процессов, а команда уже устала, потому что эта команда пришла в самом начале, и уже как бы они привыкли на адреналин, адреналин кончился, да. Соответственно, у меня там стартап был, теперь там три года мы выстраивали процессы, и все как-то немножечко подустали, да, и не понимают, где там наша путеводная звезда. Соответственно, команду менять не надо, нужно команде придать какой-то смысл. И здесь начинается, как раз вступает в действие корп-культура. То есть что мы смотрим, что нам не хватает, если нам не хватает драйвы, либо нам не хватает, у нас какая-то токсичная история, да, то есть она тоже нормальная, ну как-то ненормальная, ну она же есть, да, вот. То есть мы вот стартанули, теперь нам как-то скучно, и мы начали друг друга там поедать или поедать клиента. Марина, скажи, пожалуйста, должен ли собственник или руководитель, или директор сказать, «Ребята, мы начинаем проект по корп-культуре, смотрите, это должно быть то, 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 с сегодняшнего дня будет так». Знаешь, такая красная черта. Или это должно быть… Я бы сказала нет. Нет, не обязательно. Я бы сказала нет, потому что никто, кроме HR, и не очень понимает, что такое корп-культура, и о чем сейчас сказал директор. То есть мне кажется, мне кажется, не надо объявлять такие вещи. Нужно сделать вот этот анализ, нужно определить, что происходит с моей командой, и какая она должна быть, чтобы соответствовать этим целям. И дальше там, если есть HR, или внешние консультанты, или еще что-то, по сути, ну, никогда, мне кажется, не звучит запрос про корп-культуру. Ну, как-то. Я никогда не слышала, чтобы он так звучал. А по крайней мере от бизнесменов. Он так звучит от HR, от тренеров, от тех, кто занимается этой работой. Потому что это наш вокабуляр, да? Но от собственника… От собственника звучит следующее. От сил никогда не звучит. Я слышу примерно следующее. Я хочу, чтобы мою компанию клиенты воспринимали так. Да. И это восприятие помогало мне зарабатывать то-то, то-то, то-то. Да. Поэтому не надо говорить даже собственнику, а, вам надо поменять корп-культуру. Он не понимает, что это. Он не понимает, надо говорить на своем языке, конечно. То есть у нас, еще раз говорю, есть вот какая-то задача, которая отвечает на вопрос, как. Как вот эти люди должны добиться этих целей. Нужна ли какая-то формализация, хоть самая минимальная, чего-то, чтобы с чего-то стартовать. Что на старте должно появиться? На старте должны, если мы берем уже вот этот периметр инфополя, называемый корпоративной культурой, должны определить цели, что должно произойти с командой. Дальше нужно все-таки определить, а что с ней происходит сейчас. Ну, то есть надо сделать какой-то минимальный срез, а как выглядит корп-культура сейчас. То есть что у нас происходит, да? Как мы выглядим, какие у нас сейчас… Спросить клиентов, своих сотрудников. Спросить клиентов, спросить сотрудников, провести какой-то опрос сотрудников. То есть нужно все равно от чего-то, чтобы куда-то прийти, нужно понять, где мы находимся. Точку А зафиксировать. Точку А зафиксировать, да. Это можно там разными способами делать. Но в целом мы должны сделать этот ГЭП-анализ. Мы должны быть условно… Ну, самое, наверное, распространенное. Мы должны быть позитивные, клиентоориентированные, сплоченные, заряженные на работу. Люди хотели бы к нам вернуться. И вот условно у нас четыре цели. Базовых вот этих принципов корпоратива. Клиентоориентированные ли мы? Там у нас есть метрики по клиентам, у нас есть какое-то эмпирическое наблюдение, как ведут себя сотрудники. В принципе, собственный колесео всегда, или руководители видят, как ведут себя сотрудники. Ок, это не ок. Там, что мы еще говорили? Клиентоориентированность, заряженность, то есть какие-то опросники, текучесть, да, показывают. Собственно, если люди мог, они и работают, не ок, они уходят. Там уровень мотивации и так далее. То есть нужно сделать какие-то замеры по нашим целям. Определили четыре цели, сделали по ним замеры. Поняли, где мы сейчас находимся, что у нас, собственно, отстает. И понятно, куда хотим прийти. Да, то есть незаряженным людям, незамотивированным повышать клиентоориентированность бесполезно. Вот эти четыре метрики, их все-таки тоже можно ранжировать. Мы начинаем с генического минимума. Есть ли у нас текучка, хорошо ли у нас зарабатывают люди, понимают ли они взаимосвязь с своей работой, с своим вознаграждением? О, я сейчас услышал очень интересную вещь для себя. Правильно ли я тебя понял, что если вдруг какой-то собственник или там просыпается, так, все, я понял, мне надо то-то, а гигиенические факторы самих сотрудников не удовлетворены. То есть условно говоря, они сидят на ящиках, на картонных, стула нет, освещения не очень, сами не удовлетворены, то в этом смысле люди не могут рождать никакую картону. Они не хотят просто, они не понимают зачем. Да, это очень важный момент. То есть корпкультура, это не какое-то эфемерное вверху надстройка, то есть у нас все работает, и сейчас мы занимаемся корпкультурой. Коркультура, это вообще вот это все. То есть даже, по сути, там уровень удовлетворенности, двоеточие чем, зарплаты, бенефит с какими-то задачами, карьерным ростом, желанием к работе хотя бы. Отношение к друг другу, оно все внутри этого. То есть корпкультура, это вот какое-то такое облако, которое все это закрывает. То есть первое, ты просто смотришь, что у тебя есть, оцениваешь, насколько ты адекватен по отношению к своим сотрудникам, и потом начинаешь думать, насколько ты адекватен по отношению к своим клиентам. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какие-то грабли, на которые 100% все наступят? Грабли, на которые 100% все наступят. Да. И сейчас не спрашивай меня, как можно о них не наступить, наверное, их надо всем пройти. То есть собирается собственник со своим топ-менеджментом и говорит, я тут сходил куда-то, послушал. Поучился. Поучился, либо был в какой-то компании, радиофит послушал, так что ж, я не занимаюсь корпкультурой. Значит, надо есть заниматься. Что-то у нас люди какие-то кислые, и вообще, оказывается, тут надо сервисом заниматься через своих сотрудников, а не через стандарты и так далее. Сделали стратсессию, что-то там намечтали, на флипчартах написали, два дня, так сказать, закрывшись в отеле, в том же самом, вышли с измененным сознанием, все теперь будет. Раздали Ичару результат своих... Я прям даже вижу, как я провожу эту стратсессию. Да-да-да. А я вижу, как после стратсессии мне дают, куда нужно идти. Ичар что-то пишет, прописывает, снимает видео, делает толстовки, все будет хорошо, или там еще что-то. И дальше все это отдает, собственно, сотрудникам, которые не были на этой стратсессии, которым не поменяли зарплату, которых вроде бы спросили через опрос, что ты хочешь, он сказал раз, два, три, а дальше ничего не произошло. И тут им толстовку, новая речевка, новые смыслы, так сказать, побежали. Вот, наверное, очень много раз это начинается ровно в таком, конечно, варианте. И вот именно здесь она вся и останавливается. Она здесь не останавливается, она как-то протекает вот туда, то есть есть вот те люди, которые, как они называются? Ранние сторонники. Да-да-да, которые, о, толстовочка, о, теперь новый смысл, да бог с ней зарплаты, я делаю, я побежал. То есть оно вот упадет вот в этих людей, они станут сторонниками, амбассадорами, и им хорошо. Но они единицы, я даже не буду говорить, что это 80 на 20. Ну, наобедили в курилке, средняя или поздняя большинство скажет, слушай, что ты дёргаешься, зарплату повысили. Да-да-да. Надел толстовочку. То есть оно как-то куда-то просочится, и где-то, может быть, даже будет храниться какое-то время. Как спасти? Как спасти в этом моменте? Как спасти? Начинать нужно, мне кажется, снизу вверх, и потом сверху вниз. То есть, да, при опросах не просто опрашивать, а сказать, то есть, когда мы спрашиваем людей, что им нужно, это не просто абстрактный общий вопрос, в котором они нажмут кнопку повысить зарплату, и мы, собственно, с этой информацией должны, что будем делать? Повышать только зарплату. Мы всё-таки должны им рассказать, зачем мы всё это делаем, и через этот вопрос задать им вопросы, то есть подключить их вот к этому гэп-анализу. Смотрите, мы вот сюда идём, сейчас мы вас спросим, где мы находимся. Есть у вас какие-то соображения, там, как нам к этому прийти? То есть, чтобы ответы на вопрос были не абстрактные, а через вот эту цель. Им надо эту цель изначально сказать. Соответственно, мы собираем снизу вот эту всю аналитику уже людей, которые проинформированы о том, что будет потом. Берём эту аналитику на эту страцессию, да, добавляем туда внешнее видение собственника, топов, их ограничения, все там рефлексируем, что-то из этого варим, да, ложкой, и потом мы начинаем внедрять ровно в таком же формате, да, то есть мы опять приходим к этим людям, мы говорим, смотрите, мы вот тут набросали, уточнили, да, вот то, о чём мы с вами говорили, а как вы видите к этому прийти, чтобы вот эти вот, на эти толстовки вышли они сами, грубо говоря, да, можно толстовки сделать на эту мини-страцессию для команды, но не приносить как результат, да, вот этого всего. То есть, как вы видите, то есть на самом деле, ну, сразу вовлечь людей вот в достижение цели, это сделать, ну, как минимум 80% участников уже приверженными амбассадорами этого процесса. Я сейчас услышал важнейшую вещь, помимо просто решения, для меня важнейшую вещь, помимо просто решения о том, что собственник принимает решение, помимо топов, которые начинают быть вовлечены, я бы так сказать, которые притянуты влиянием собственника, если параллельно не идёт процесс вовлечённости, включённости массы основной сотрудников, то грабли 100% наступят. Но если люди задумались и подготовили, то есть параллельно запускаем два процесса и сверху, и снизу, мы это всё коллаборируем, понимаем, что хотят оттуда, что сюда, продолжаем после трассессии, доносим результаты, спрашиваем мнение, и только уже потом, когда они говорят, о, было бы классно, толсточки. Пожалуйста. Да, то есть результат, он не рождается на трассессии, на трассессии рождается как какая-то ещё картинка, но более уточнённая собственниками бизнеса, который имеет на это полное там моральное и формальное право, да, но сотрудники уже чувствуют, что они участвуют в этой большой цели, и, собственно, потом не надо ничего внедрять, оно там уже посеяно, да, мы просто уточняем, уточняем, уточняем. Есть же простые инструменты брать сотрудников тоже на эти трассессии, и возвращаясь к началу разговора, это и есть культура, когда мы понимаем, что не я решила, вы делаете, а мы все куда-то идём. Конечно, когда в компании 160 тысяч человек, довольно сложно это сделать, но, наверное, частично реализовать то, что я говорю, тоже можно. Ты знаешь, я могу тебе поделиться своим опытом, я это называю каскадирующей сессией. Что это значит? Мы проводим сессию с топами, потом я им даю технологию, а как провести подобную сессию со своими минус один. Топы уходят, проводят с минус один, каждый минус один тоже получает такую же технологию, и идёт своё подразделение. И вот после того, когда вот всё прошло, ты не поверишь, сначала мы, они говорят, да ну, что мы, какой был восторг у них, когда они попроводили эти сессии вплоть до глубины. Мы делали последнюю такую каскадирующую сессию в банке открытия, в операционном блоке. И когда в каждом подразделении там прошло, ты знаешь, а там ещё такие региональные центры, огромные, по тысяче человек, и они там их разделили, бог ты мой, там столько было фотографий, а счастье было, что их спросили, понимаешь, вот это вот состояние радости, что я, это я тоже сказал, это меня, мой голос там. Это есть то, как оно работает, да, но как бы в связи там с рядом ограничений власть придержащих, оно так делается крайне редко. Но ещё раз, если во главе угла стоит понимание, что все эти люди, это не те, кто реализовывает мои классные идеи, а те, кто на самом деле гипотетически тоже обладают классными идеями, и они часть моего бизнеса, то есть если к ним, ну, изначально есть вот это отношение, да, или просто послушать советов, там, тех, кто умеет хорошо внедрять процессы, вовлечь эту команду, то культурой не становится теорией, не становится экшн-планом по внедрению какой-то новой идеи, то это просто начинает жить, и скорость внедрения, конечно, она схлопывается до вот ровно того, как вы проводите эти процессии. Ты знаешь, я прямо сейчас, у меня такое образное мышление, я опять же говорю, ты представляешь, вот момент происходит, когда руководитель проводит что-то подобное у себя, ну, например, директор отеля у тебя проводит что-то подобное у себя, ведь это как слоеный пирог, он одновременно и занимается мотивацией, он одновременно занимается вовлечением, он доносит важные принципы, он располагает людей к себе, люди друг друга видят, возникает функциональность, то есть столько плюсов, а на самом деле с точки зрения бизнеса, ну, костов, да, это же ничего не стоит, он просто провел совещание, сегодня два часа, завтра два часа, то есть выполняя свою работу, тем самым происходит огромнейшее такое, знаешь, миксование людей внутри, прям фантастика, слушай, очень круто, где вы сейчас на шкале крупных мазков, мы находимся после середины, наверное, шкалы, фантастика, то есть у нас есть хорошая новость, что, наверное, в сервис не идут люди, я вот не могу сказать за всех, но давай так возьмем это за константу, что в сервис в связи с объемом большим работы с людьми не идут люди, которым это совсем не нужно, ну, потому что против отеля можно выбрать, в принципе, любую другую работу, да, и даже против отеля можно выбрать работу в ресторане или на каком-то другом ресепшн в бизнес-центре условно, то есть почему люди идут в отели, потому что есть какая-то такая, ну, романтическая история, связанная с отелями, да, это гости, это сервис, это какая-то вот обратная связь, да, от гостей, потому что это прямой с ними контакт, ну, то есть я не верю, что люди, которым совсем не хочется ни с кем общаться и не хочется заниматься вообще, ну, услугами, да, идут в отель, еще раз, там много, много идей, никуда пойти не в гостиницу, соответственно, будем надеяться, что к нам идут сотрудники, которым это в каком-то проценте интересно самим, да, поэтому мы не боремся с сотрудниками и говорим им, делай сервис, он говорит, не хочу, это как бы первое, то есть уже на входе есть какой-то отбор, да, вот, во-вторых, когда ты несколько лет работаешь в гостинице, есть такая в хорошем смысле профдеформация, что там качественное общение, улыбка, демонстрация внимания, это, ну, базовая компетенция, в принципе, сотрудников, тех, кто в прямом контакте с людьми, да, ну, а повара вообще это те, кто любит кормить, если они не в контакте, они, ну, как бы, что они любят, они любят, чтобы всем было сытно, и у них было приятное настроение, поэтому, когда мы сейчас внедряем уже там вторую, ну, не внедряем, а живем, да, уже в парадигме того, что мы оказываем не сервис, а заботу, мы в принципе это делаем в уже среду, для которой это не ново, да, чем отличается для нас забота от сервиса, тем, что сервис это все-таки следование стандартам, и это такая история, прочитал скрипт, сделать те действия, которые нужны, а забота, это все-таки больше про отношения, то есть это дополнение, не замена, да, больше про отношения, когда ты смотришь с большим приятием, когда у тебя слова немножечко более теплые, да, там за рамками, здравствуйте, вот ваш ключ от номера, да, то есть это такая смысловая нагрузка на сервис, я скажу так, поэтому мы придумали, что мы хотим, чтобы наш сервис был заботой, мы, ну, ладно, толстовки не сделали, но сделали всякие там другие стикеры и так далее, забавные, отправили все это в наши гостиницы, сделали там встречи с сотрудниками, где мы рассказали, в чем отличие, попросили их сгенерить, а как, ну, собственно, приземлить, да, вот эту заботу на них самих, то есть, а как может это работать, как это может выглядеть, конечно, как у любой большой компании, у нас есть некие, ну, ожидания от сотрудников, да, например, мы хотим, чтобы гости, одним из, одной из метрик для сотрудника, насколько он заботлив, является упоминание, конкретно этого сотрудника, в отзывы гостей, потому что, ну, если ты классный, то гостя прямо настолько должно запасть, да, что там Маша была вообще супер, и, кстати, я хочу сказать, я до того, как пришла работать в Вазмите, я недооценивала отзывы, то есть, ну, кажется, что отзыв надо написать тогда, когда было либо все супер, либо все не супер прям совсем, да, чтобы там всех поругали, и отель изменился, или там ресторан, по факту, это нужно делать, на самом деле, всегда, потому что все гостиницы отрабатывают все то, что говорят гости, и упоминание этой Маши для нас не важно, а вот в нашей компании очень важно для Маши, вот, то есть, это такая история, очень рабочая для управления, как бы сервисом для управления заботой, поэтому отзывы оставлять очень важно, поэтому мы определили, как мы хотим выглядеть, и ты спрашивал, на что мы хотим привлекать гостей, вот, чтобы эта забота, она оставалась у них в памяти, мы все договорились о том, что мы хотим это делать, мы не почувствовали какого-то сопротивления, потому что это не революционная идея, да, мы занимались одним, и теперь хотим это делать с заботой, это прям не... Диалектика развития. Да, да, это просто, это как бы, с одной стороны, просто слово, а с другой стороны, за этим словом, очень четко, у каждого из нас есть ассоциации, да, ну, то есть, я принимаю гостей дома, что я делаю? Я как-то очень хорошо уберусь, я что-то вкуснее приготовлю, я, может быть, что-то украшу, я хорошо буду выглядеть, я буду прям, наверное, более nice, чем даже встретился с этим коллегой на работе, да, ведь это то, как мы встречаем гостей, вот, собственно, хочется, чтобы в отеле, где мы убрались, где мы красиво оделись, где мы улыбаемся, но, собственно, транслироваться на гости, поэтому мы идем вот в этом процессе, да, вот в этом пути, конечно, когда в компании несколько тысяч сотрудников, нельзя сказать, что у нас все абсолютно заботливые, да, но это процесс, он долгий, из-за него надо держаться, его, ну, в нем нужна последовательность, и в нем нужна какая-то ясность, да, вот если говорить, возвращаясь к этому вопросу для предпринимателей, нужна ясность, вот нужно определить, какими мы хотим быть, выстроить себе, да, экшен-план нужен, да, какие-то инструменты нужны, да, понимание, кто, что будет делать для этой цели нужно, но нужно четко понимать, что мы хотим, так же, как вот Apple, они там сказали раз и навсегда, дизайн для нас приоритет номер один, и вот они держатся за эту философию, да, и там как-то прикручивают к ней определенный сервис, вот то же самое в нашем случае, потому что когда собственники говорят, я хочу, чтобы у меня, так, у меня были просто такой опыт, я хочу, чтобы ко мне стояли в очередь кандидаты, но это запрос, с которым нельзя как бы работать, да, он не, не то, что он не смарт, он вообще нереалистичен, никуда не стоят в очередь кандидаты, особенно последние полтора года. Когда-то, я в свое время помню, мы открывали магазин, делали объявления, к нам стояла очередь людей. Эти времена прошли. Да, ты сказал, процесс долгий, но помнишь, я тебе тоже говорил, что наша программа при всей ее длительности очень быстро закончилась, у нас осталось 4 минуты. Незаметно все, полетает эфир. Я очень благодарен тебе за все, что ты рассказал, ты сказал очень много практических вещей. Давай попробуем вместе подвести некое резюме. Давай. Корпоративная культура, это то, не только, вернее, корпоративная культура, это не запрос собственника. Это запрос HR и людей, принадлежащих нашей профессии. Собственник хочет, чтобы клиенты воспринимали как-то, как-то по-другому, чем все остальные. И вот я хочу, чтобы нас как-то воспринимали. Это задача наших HR, консультантов, помочь собственнику сформулировать и топ-команде вот эти ценности, на которые будут ловить наших клиентов. Мы бы очень хотели, и ты бы очень хотела, что в своей азиум-тотеле все думали так же, как вы. То есть у всех было желание разделять придуманные ценности, придуманные задачи. Не в смысле придуманные-выдуманные, а придуманные с точки зрения для того, чтобы и формировать тот самый, ту самую наживку, в хорошем смысле этого слова, на которую будете ловить. Маячок. Давай маячок. Маячок, на который там в ночи, заезжая в город, ты видел свет азиум-тотеля и ты шел прямо туда. С точки зрения практической реализации, вы уже прошли какой-то путь. И для того, чтобы предпринимателю начать этот путь любому или любой компании, ну там, не важно, все мы предприниматели в какой-то смысле этого слова, нужно, а, оценить, где ты, посмотреть, способна ли эта команда делать то, чтобы ты хотел транслировать в мир. Если нет, подтянуть гигиенические факторы, потом понять, понятно, что может быть заменить, получить, а потом начинать транслировать. Зафиксировать точку А и понять, где ты бы хотел точку Б. Поставить какие-то реальные промежуточные показатели, по которым к ним можно было бы прийти. Возвращаясь на эту, как бы, линию крупных мазков, вы сейчас находитесь на середине, и процесс этот уже давно начался, он уже идет, и в целом, ты довольна тем, что происходит. И последний мой вопрос. Когда тебя спросили, вернее, когда ты говорил, а где же та моя самая путеводная звезда, как бы ты сейчас себе поставила цель на следующие пять лет в Азимуте? Я бы хотела, что то, что мы делаем сейчас, было, проявлялось более ярко. Потому что, как я сказала, процесс долгий, есть смена людей, да, то есть один понял, реализовал, на своей какой-то высшей пиковой точке, его упоминают в отзывах, потом по каким-то причинам, не знаю, он сменил город, или отрасль, или еще что-то, и там решил печь пироги, и совсем ушел из компании, соответственно, процесс условно начинается заново, да, поэтому он не такой быстрый, как я сказала, и не такой быстрый, как хочется. То есть мне хочется, чтобы наши идеи были видны гостям более ярко, да? Супер. Супер. Спасибо тебе большое. Чтобы они прям вспоминали. Давай выкрутим ручку мощности, яркости на всю. Пусть твоя путеводная звезда светит очень ярко, коллеги. Я напомню, что с нами была Марина Попова, директор по персоналу все эти Азимут Хотелс. И мы сегодня в очередной раз приблизились к исследованию корпоративной культуры. Мне бы очень хотелось разбирать реальные кейсы, может быть, которые вы нам пришлете, мы могли бы там с Риклями или с тобой, может быть, в другой раз. Через годик, например, сидим, себя поразбираем. Ты расскажешь, как это все было. Напомню, что с вами был Роман Дусенко. И это была программа «Бизнес-завтрак. Жизнь и бизнес, основанные на ценностях». Марина, спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное. Буквально пару слов, что ты пожелаешь всем тем, кто строит корпоративную культуру. Я пожелаю четко определить ваши самые большие мечты, верить в то, что люди склонны следовать за лидерами, склонны иметь свои мечты и склонны верить. То есть они способны реализовать любые самые классные фантазии и вовлекать команды вот в этот большой путь. То есть не проходить его одному, возглавляя какое-то сопротивление, толпу и так далее. Вот чувствовать себя с командой вместе. Мне кажется, это очень важно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Было бы прекрасно с тобой пообщаться. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин